Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня я постараюсь раскрыть тему использования RIG.js. И, в принципе, передо мной стоят две задачи. Первая — это рассказать примерно, как это устроено, и показать, что это совершенно не какая-то сложная и не rocket science совершенно. И второе — больше рассказать, почему, так сказать, он становится популярным сейчас, и как его использовать, и, главное, как его не использовать там, где это не нужно. Ну и начнем с цитаты из документации. Что такое RIG? RIG — это библиотека для создания синхронных и событийно-ориентированных программ с помощью наблюдаемых коллекций. Звучит это все очень страшно и какой-то набор непонятных штук. Но для нас тут важны две вещи. Первая — это асинхронно-событийно-ориентированные программы. И вторая — наблюдаемые коллекции. Давайте по одному разбираться. Начнем с наблюдаемых коллекций. Наблюдаемые коллекции идут к нам с паттерна наблюдатель. Я обрисую примерно его суть, не вдаваясь в серьезные подробности. Состоит он в упрощенном варианте из двух частей. Это observable и observer. Observable нам поставляет данные, то есть это какой-то источник данных. И observer — это наш какой-то код, который эти данные получает, как-то их обрабатывает. С самого начала observer подписывается на observable. И после этого observable начинает поставлять ему данные. То есть один notify, второй notify. И так продолжается до тех пор, пока либо источник не закончится, либо observer не отпишется. Одним из плюсов этого паттерна является его лейзи-составляющая, скажем так. Observable не имитит данные до того момента, пока у него нету хотя бы одного подписанного observer. Возникает вопрос, что же внутри observable? То есть очень часто можно услышать такое мнение, что там какие-то странные синхронные вещи, какие-то scheduler, еще что-то. На самом деле нет. Внутри observable обыкновенная функция. Функция, которая имитит эти данные и выдает их в качестве результата. Об этом мы поговорим чуть дальше. Теперь возвращаемся к этой страшной цитате и к первой составляющей — асинхронной событийно-ориентированной программы. Кратко о чем вот эта вот часть оранжевая? Это о наших callbacks. Какие у нас есть в мире JS, скажем так, виды callbacks? Это callbacks на DOM-ивенты. То есть, как правило, такие callbacks принимают один аргумент, либо события, либо mouse-event, либо, может быть, какие-то jQuery события. То есть принимает он один аргумент, и это success callback. Есть у нас итерационные callbacks, ну, например, как filter или map. То есть мы передаем туда функцию, которая принимает тоже один callback. Второго callback фильтр не принимает. Ну, именно как callback. То есть здесь тоже только один success callback. Идем дальше. У нас есть промиссы. Промиссы уже у нас умеют принимать два callback. Один success callback, один error callback. И, как правило, промиссы сейчас там очень негативно заняли, скажем так, рынок. То есть их довольно-таки удобно использовать. Но их error, наверное, скоро закончится. Итак, здесь у нас уже два callback. Идем дальше. Есть у нас Node.js стримы. В чем их суть, что у него не два состояния, как у промиссов. То есть, условно, у нас у промисов, когда мы получили аяксовый ответ, да, мы заразовывали промисс, он выплюнул эти данные, и все. То есть состояние закончилось. То есть если мы будем говорить о стримах, то у него есть, кроме success callback, это end и error callback, у него есть еще так называемый chunk либо data callback. То есть его суть, что данные он получает постоянно, маленькими порциями. То есть это, ну, очень похоже на ту картинку с паттерном observer, которого мы смотрели. То есть постоянно мы получаем эти данные. Итого у нас здесь три callback. Теперь, если бы мы хотели как-то сделать один интерфейс для управления этими всеми видами наших callback, которые есть, да, то примерно этот common интерфейс выглядел бы так. У нас есть next callback, да, это вот примерно то же самое, что вот в этих стримах, это data, данные. У нас есть complete callback, тогда, когда поток закрылся. Например, мы уже все данные передали, и мы говорим о том, что все, больше у меня ничего нет. И error callback, но это понятно. И мы бы примерно хотели использовать их вот так. То есть мы передаем функцию start receiving data и говорим, давайте начинать. Давайте посмотрим, как бы мы могли это реализовать, этот обзор обл. Что у нас здесь есть? У меня здесь описано все то же самое, что было на слайде. есть три callback и функция start receiving data, да, примерно так, как мы бы хотели это использовать. Ага. Так, видно. Еще? Ну, я бы и шумил, все, не влезет. Ну, ладно. Давайте попробуем реализовать такую функцию. Давайте попробуем сначала для массивов, да, то есть у нас есть какой-то массив. И мы по фарчу будем вызывать next. Итак, у нас есть массив 1, 2, 3, 4, 5. Мы по фарчу вызвали функцию next. Она, в свою очередь, вот она у нас описана. Это next callback наш. То есть, в принципе, для массивов этот подходит нам. Теперь давайте посмотрим, как бы мы могли это сделать, например, для дом-эвентов. То есть у нас есть document. Это event listener. Повесим, допустим, на клик. И когда произойдет клик, будем вызывать нашу функцию. Давайте добавим ее сюда в браузер. И я кликаю по документу. И, в принципе, next происходит. То есть для дом-эвентов такой паттерн нам, в принципе, тоже подойдет. Удобно использовать. Теперь давайте попробуем с промисами. Для промисов я использую функцию fetch. Эта функция довольно-таки недавно появилась. Суть ее в том, что она позволяет делать запросы уже полноценно без xml-htt-request. Так, я принимаю res. Она возвращает нам результат, который мы можем представить в разном виде. Ну, в данном случае нам подойдет JSON. Я тут перезагружу. Опять же, мы его сюда добавляем. Так, что-то... Что-что? Да, точняк. Это точно. Then next. Да, все верно. Вот, и мы видим, что мы получили данные. И точно так же, если бы этот запрос сфейлился, мы точно так же смогли бы получить вот сюда в error callback. И вот сюда бы мы его передали. То есть когда бы, если бы вдруг так случилось, что сфейлился наш запрос, мы бы получили и error callback. Теперь давайте попробуем симулировать какой-то стрим. Для стрима я попробую использовать обычный интервал. SetInterval. То есть... Это будет какая-то функция, которая будет просто возвращать нам результат. то есть, ну, тик, например. На данный момент это будет просто тик. И мы ее запустим через 300 миллисекунд. Да, точно. Да, я прошу прощения. Такое бывает. Так, еще раз мы это все запускаем. И, как видим, тики у нас идут. Но этот стрим никогда не закончится. Потому что, ну, собственно, мы ему никогда не сказали заканчиваться. Давайте это реализуем. Например, мы будем здесь накапливать каунты. Покажем, что сначала они ноль. На каждый клик... Вернее, на каждый тик мы будем увеличивать это значение. И будем его эмитить. И если... Каунтов стало больше пяти. То есть мы, условно, сделали шесть уже эмитов. Пора заканчивать. Мы завершим. Поэтому мы сюда примем комплект колбек. Попробуем еще раз. Все работает. Вызвался дан. Но тот, кто не закрылся. Поэтому мы здесь будем накапливать... Сохранять, вернее, интервал ID. И перед тем, как комплектить, мы будем clear интервал делать. Интервал ID. Вот, теперь все нормально. То есть у нас мы взводим интервал, который тикает каждые 300 миллисекунд и на каждой итерации вызывает функцию next. То есть это условно эмуляция нашей отправки данных от нашего обзоробла. И когда этих тиков становится больше пяти, мы завершаем наш source и говорим нашему обзорверу о том, что все, у нас данные кончились. Больше я ничего имитить не буду. Теперь давайте немного наведем здесь порядок. У нас вот есть три функции. С этим работать не очень удобно. Поэтому мы это все засунем в объект. У объекта все будет то же самое. То есть у нас будет метод next, который по факту будет нашим next колбеком. Будет метод complete и метод error. Теперь вот здесь вот мы будем уже передавать не три колбека в нашу функцию, а именно observer. И принимать мы будем здесь observer. На каждом тике мы будем вызывать observer next и когда мы завершим выполнение, мы сделаем observer complete. Давайте проверим. Да, это все еще работает. Отлично. То есть мы тут никаких особых преобразований, кроме наведения порядка, не сделали. Я пока скрою этот observer, чтобы он нам не мешал. И теперь давайте сделаем то же самое с observable. По факту наша функция startReceivingData это какой-то observable, да? Очень простой, конечно, но какой есть. Для этого мы здесь возьмем эту функцию, создадим объект с таким же методом. и здесь мы сделаем да, и это все еще работает. Теперь у нас есть какой-то observable, который по факту является интервалом и с определенной периодичностью эмитит наши данные. Ну, так его и назовем, интервал observable. Но, как мы видели в самом начале, в observable могут быть не только какие-то интервалы, либо вот в данном случае это у нас какая-то эмуляция стрима. Мы можем сделать то же самое с массивами. То есть у нас будет array observable, который по startReceivingData будет просто перебирать массив и вызывать next. Кроме того, когда мы проитерируемся по своему массиву, этот источник будет завершен, поэтому мы скажем нашему observer, что мы закончили. И теперь мы вместо observable попробуем использовать array observable. Все точно так же работает. И хочу сразу же обратить внимание о том, что здесь мы array observable это синхронный источник данных, то есть он выполняется полностью синхронно. Interval это асинхронный источник данных и он тоже выполнял, вернее, он выполняется асинхронно, но при этом интерфейс, как мы с ними работаем, абсолютно никак не меняется. То есть мы вызываем функцию и передаем ей observer, который получает данные. Теперь вот эту функцию startReceivingData давайте переименуем ее в какое-нибудь нормальное название, назовем ее subscribe, для того, чтобы уже было более похоже на что-то интересное. это лишнее. Так, это все еще работает. у нас есть теперь два observable и удобно было бы их как-то создавать централизованно. Давайте для этого напишем какую-то функцию helper, которую назовем createObsorable, в которую мы будем передавать функцию subscribe. эта функция будет по факту нам возвращать вот такие вот объекты. Возвращаем объект subscribe, который будет равен subscribe функции. теперь мы перепишем наши observable, которые мы уже создали на вот такой вот вид. То есть мы вызываем createObsorable, передаем ему функцию, которую нужно выполнить, когда observer пытается подписаться. ага, да. Так, сейчас. Ага, да. observable. Так, это все еще работает. Что мы имеем на данный момент? Мы имеем функцию helper, которая создает observable. Она принимает какую-то функцию, функция subscribe, по факту эта функция и будет имитить наши данные. С помощью этой функции мы создаем абсолютно два разных источника. Один асинхронный, другой асинхронный, но при этом они предоставляют одинаковый интерфейс, и это уже плюс. Но кроме единого интерфейса больше ничего на данный момент нет. Но удобно было бы как-то начинать уже обрабатывать эти данные. Например, у того же массивов есть map, да, и нам бы хотелось, чтобы этот map мы могли использовать. Например, мы возьмем map, она будет принимать x, это каждый chunk данных, и эти данные мы будем умножать на 10. В данном случае мы используем array обзор обзор, то есть мы 2 умножим на 10, 5, 68 на 10, и так дальше. И точно так же мы можем сделать для интервала обзор обзор. Интервал обзор обзор у нас каждый раз будет возвращать инкрементированное значение, то есть это будет сначала 1, 0, 1, вернее, да, будет начинаться с единицы, то есть 1, 2, 3 и так дальше. Использовать мне бы хотелось именно вот так вот, то есть map похожий на текущие API для массивов. Что нам для этого нужно сделать? Intervail обзор обзор создается этой функцией, вот create обзор обзор, который возвращает объект, ну значит в этот объект нам этот метод надо добавить, и собственно реализовать эту функцию. Функция map будет принимать transformation function. Теперь что должна делать функция map? Она должна взять предыдущий обзор обзор, да, значение с предыдущего обзора обзора, это вот интервал обзора обзора обзора, в данном случае, создать новый обзор обзор, на который потом кто-то сможет подписаться, то есть в данном случае наш обзор, давайте это и реализуем, то есть у нас есть input обзор, обзор, и мы мы должны вернуть output observable. Давайте разбираться, что, откуда брать. Input observable, input observable, это в данном случае интервал observable, это вот этот вот объект, который возвращает функция create observable. То есть map является методом этого объекта, вот эта функция имеет доступ к контексту этого объекта, а значит input observable это this. Дальше мы должны вернуть новый observable. новый observable мы уже умеем создавать, для этого мы вызываем наш helper create observable, этот create observable возвращает, вернее принимает функцию subscribe, функция subscribe принимает observer, который мы потом будем нотифицировать. Давайте посмотреть как это должно быть устроено. То есть наш map возвращает новый observable, потом дальше наш observer подписывается на этот observable, то есть он хочет от нас получать данные, но для того, чтобы ему какие-то данные отдавать, мы должны их преобразовывать согласно вот этой функции, но самих данных у нас нет. Данные мы можем получить от предыдущего observable, то есть в данном случае мы должны подписаться на input observable. Таким образом мы начнем условно проксировать данные, которые нам изначально input observable имитит, мы будем как-то преобразовывать и отдавать дальше. То есть мы должны реализовать стандартный интерфейс обзор, обзорвера, у него есть next, complete и error. Функция next, она принимает данные, чанки, и для интервала обзора это будет 1, 2, 3, 4 и так дальше. что мы должны сделать? Мы должны дальше прокинуть эти данные. То есть мы у обзорвера, который на нас подписался, делаем next и передаем ему эти данные. Но суть нашей функции map, мы хотим эти данные как-то преобразовать, а значит нам нужно на этих данных вызвать transformation function. complete. Когда источник завершится, мы просто скажем нашему обзорверу о том, что источник завершился, мне собственно тоже больше делать нечего, я тоже завершаюсь. И на error точно так же мы должны отправить нашему обзорверу error. Причем точно такой же. То есть мы не знаем о том, что там за ошибка была и что вообще там произошло. Мы просто передаем ее дальше. Так, ну, вроде все готово, давайте проверим, если я нигде не описался. Да, я нигде не описался и все работает. Это прекрасно, я прям доволен. Что мы давайте сейчас подсуммируем, что у нас есть на данный момент. У нас есть interval observable. Мы к каждому тику, данных мы применяем функцию map и потом кто-то подписывается, в данном случае вот этот observer подписывается на эти данные и в самом верху у нас там есть консоль лог этих данных. функция map хорошо, давайте еще какой-нибудь реализуем, например, функцию filter. Функция фильтра тоже давайте будем реализовывать как стандартный IP, который сейчас есть у RF, то есть она принимает какую-то condition функцию, которая должна возвращать true или false, ну или хотя бы false значение, или значение в общем которое можно преобразовать к true или false. То есть в данном случае я говорю, что я хочу фильтровать все нечетные значения. Давайте ее реализуем. Идем таким же способом, как мы это делали с map. Мы создали фильтр функцию. здесь у нас это теперь condition function. Здесь ничего не меняется. То есть нам нужен input observable для того, чтобы получать какие-то данные. Нам нужен output observable для того, чтобы эти данные, вернее этот observable отдать и собственно он будет потом имитить следующие данные. Меняется у нас здесь только функция next. Все остальное остается как и прежде. теперь мы не трансформируем никоим образом x. Мы должны его фильтровать. То есть если condition выполняется, должны данные дальше передать. Я напишу так, потому что места мало. Я понимаю, что для кого-то это холиварный вопрос, их не любят так писать, но тем не менее места мало и тут их городить не сильно удобно. Кратко опишу, что здесь происходит. end второй оператор end выполнится только тогда, первый оперант true. Это сделано в целях оптимизации процессорного времени и так дальше. Если первое значение false, то второе не имеет смысла проверять, потому что все это условие уже будет false. И соответственно интерпретатор его не проверяет. Это позволяет нам сделать вот такой быстрый if. то есть если condition fn вернет true, только тогда мы сделаем observer next и передадим эти данные. Если condition функция вернет false, то вторая часть не будет выполняться и мы никогда это значение не будем дальше имитить. Давайте попробуем. И так и есть. Мы возвращаем только нечетные значения. Сначала interval observable у нас имитит единицу. Эта единица попадает в фильтр, она его проходит, потому что она нечетная. Потом эта единица умножается на 10, мы видим десятку. Двойка фильтруется, она является четной, соответственно map ее никогда не получает. И поэтому на этом цепочка обрывается. Такие пироги, скажем так. Давайте теперь посмотрим как работает вся цепочка обзора обла. То есть как видите здесь все вот эти вот обзор обла они являются функциями. То есть здесь нет ничего такого асинхронного или каких-то сложных оптимизаций в плане хранения данных и так дальше. Ну и кстати для того чтобы показать что интерфейс все еще остается прежний я просто меняю interval обзор на area обзор и мы видим что тоже туда попадает только нечетные значения. Так что интерфейс у нас один это огромный плюс. Давайте теперь смотреть что происходит когда мы начинаем выполнять эту цепочку. у нас есть area observable что такое area observable это объект который мы создаем с помощью create observable вот мы его здесь создали туда передали функцию start receiving data то есть вот мы ее приняли как subscribe function и создали такой объект куда в subscribe function записали именно функцию подписки map function и filter function у нас уже существуют и они будут в каждом объекте observable присутствовать дальше мы на этом array observable применяем метод фильтр метод фильтр указывает на filter function что делает фильтр function она принимает input observable то есть через this указывает на наш array observable потому что мы фильтр вызвали как метод этого array observable то есть здесь мы можем написать не input observable а array observable и что она возвращает она возвращает новый observable который создан с помощью create observable то есть она возвращает опять точно такой же объект как и вернуем array observable но только с другой функцией подписки все остальное у него то же самое точно такой же объект дальше мы вызываем метод map метод map указывает на эту функцию и здесь происходит абсолютно то же самое мы создаем новый observable то есть создаем новый объект опять же который отличается только функцией подписки и на методе уже на observable который вернул map мы вызываем функцию subscribe и передаем ей observer то есть это объект который будет получать данные давайте смотреть что происходит какой observable нам возвращала в map она вернула вот эту функцию subscribe да то есть когда мы вызываем map.subscribe observer мы по факту вызываем вот эту функцию и сюда передаем тот observer который хочет на нас подписаться в этой функции мы берем input observable напоминаю что для функции map это фильтр observable да то есть это observable который вернулся из функции фильтр и делаем ей subscribe и передаем ей новый observable таким образом мы попадаем в эту функцию то есть вот subscribe фильтр observable что он делает в свою очередь он берет input observable для фильтра input observable это array observable и тоже говорит subscribe то есть я хочу начать получать данные и передает ей собственно свой observer этот observer у нас попадает вот сюда то есть по факту функция subscribe для array observable это вот эта функция и мы попадаем в эту функцию вот это observer который передал фильтр и собственно вот здесь начинается имит данных то есть мы бежим по массиву и для каждого элемента массива вызываем observer next для array observer для конкретно вот сейчас этого выполнения это фильтр observer то есть это observer который мы прокинули из функции фильтр то есть вот он но у него у этого observer вызвали метод next то есть вот эта функция которую мы вызвали фильтр проверяет condition и вызывает observer и уже его observer который ему передали next для него этим observer является map observer то есть тот который был передан ему из map вот собственно этот next и что мы здесь делаем мы здесь просто вызываем observer next с трансформированным значением а этот observer по факту является вот этим обзорвером то есть на который мы передали изначально и что из этого всего следует из этого всего следует что если мы сделаем вот так то данные никогда не начнут имититься то есть такое поведение абсолютно lazy то есть мы фильтр создал array observable создал свой observable мы выполнили на нем фильтр он создал новый объект observable на нем выполнили map он создал свой observable но пока мы не вызовем метод subscribe вся эта цепочка не начнет имитить данные соответственно если здесь у нас будет не array observable а например аякс observable да то есть какой-то аякс запрос этот запрос никогда не будет выполнен если это интервал то этот интервал никогда не будет запущен и это одно из важных вещей что пока мы не вызовем subscribe собственно магия не начинается здесь ну я думаю здесь понятно да давайте вернемся к презентации и сразу же возникает вопрос зачем все эти усложнения у нас есть промиссы да прекрасная вещь которую мы можем использовать и на самом деле очень классно что она появилась потому что до сих пор бы жили в колбай хэле зачем очень просто этот подход позволяет использовать единый интерфейс для множества источников данных таким источником данных как я уже показывал могут быть клики в документы по документу таким источником данных могут быть итерации по массиву таким источником данных может быть аяксовые запросы и все эти источники можно между собой комбинировать то есть мы можем условно смешать эти два источника чтобы например аяксовый запрос и клик по документу выплевывали эти данные в один стрим и мы в одном месте подписались на этот один общий стрим и мы будем получать данные и с одного источника и со второго кроме того на данный момент в rsgs уже больше 120 операторов это с одной стороны плюс этой библиотеки но с другой стороны это огромный объем данных которые ты просто смотришь и не понимаешь что мне тут использовать не понятно но что ну в данном случае вот то что мы реализовали для rsgs вот фильтр map называется операторами то есть по факту это методы которые мы можем вызвать на обзор облину в их ней терминологии это операторы тут же у нас подписка то есть это один из основных положений паттерна обзорвер то есть мы имитим данные только тогда когда у нас есть хотя бы один подписчик если последний подписчик отвалился данные больше никому не нужны мы прекращаем имитить данные то есть мы прекращаем делать допустим аяксовые запросы мы останавливаем таймер и так дальше ну и лэзи бехевер да то есть это созвучно с предыдущим пунктом то о чем я покатал что пока савскрайп не произойдет то ничего не происходит с чего начинать как ни банально нужно просто начать использовать начинать можно с простых вещей да то есть какой-то мап фильтр то есть вот здесь вот есть документация в принципе там есть очень доступно описанные туториалы есть куча видео можно там посмотреть но начинать можно с малого то есть не надо сразу замахиваться о том что сейчас я перепилю этот весь модуль на rxjs но как правило может быть и не надо его перепиливать на rxjs но какие-то вещи там можно делать ну например если вы хотите какой-то автокомплит например сделать да это удобно делать на rxjs ну и в частности с паттерном обзорубл какие простые операторы есть ну я кратко о них расскажу вот эти операторы позволяют создавать обзорубл то есть метод from принимает любую ну любые данные то есть если мы туда передадим массив он вернет нам rxjs на котором мы можем выполнять мап и фильтр и так дальше то есть вот этот метод from если мы передадим массив это будет примерно та же реализация которую мы реализовывали rxjs from event создает обзор из ивентов домовских либо те которые поддерживают такой интерфейс from promise понятно создает обзор из promise удобно для яксовых запросах методы map позволяет изменять какой-то конкретные данные то есть мы его реализовали и в принципе конечно конкретная реализация в rxjs она отличается но принцип работы тот же самый фильтр тоже реализовывали take take позволяет взять только первых несколько значений ну например если мы как мы это реализовывали в интервале обзор облида мы заканчивали нашим принудительно да что я потерял а вот а вот она свернута то есть мы здесь именно наш источник прерывал выполнения после там 6 тика но если мы будем использовать функцию take да вот у нас есть интервал который создает обзор обзор который каждый 300 миллисекунд имитит значение то есть примерно он делает то же самое что мы делали с интервал обзор обзор он никогда не заканчивается а take 5 позволяет его прервать после того как мы взяли уже 5 значений то есть все хватит мне больше не нужно в этот момент мы описываемся on subscribe от интервала что в свою очередь приводит к остановке этого источника скан позволяет накапливать данные delay позволяет приостанавливать вернее откладывать имит то есть например вот этот вот интервал мы имитим каждые 300 миллисекунд если мы на него применим delay он все так же мы будем получать данные каждые 300 миллисекунд но они будут отложены то есть интервал например выпрямил данные сейчас а у нас стоит delay минута то мы данные получим именно через минуту а не сразу иногда это довольно таки удобно ну и так дальше на самом деле операторов 120 плюс и понятно да там можно разговаривать дальше и часть из них во второй части я расскажу конечно и какие задачи легко решать на rgis как я уже говорил это объединение нескольких источников фильтрация данных debounce например когда мы хотим чтобы я прошу прощения когда мы хотим чтобы сработало не каждый тик асинхронными действиями удобно управлять когда мы можем запускать один обзор был после окончания второго и тогда и так дальше и subscribe on subscribe то о чем я уже говорил какие задачи не нужно решать на rgis опять же rgis не серебряная пуля она не решит все ваши проблемы в проекте и использовать ее нужно именно тогда когда это действительно необходимо например навесить event listener на клик удобно add event listener а не observable from event правильно да я прошу прощения таким образом используем там там где нужно на rgis можно написать все ваше приложение сделать одним обзором и для того чтобы его начать вы на него подписываетесь и все завелось но кому это надо все это конец первой части во второй части мы попробуем более подробно поговорить о том какие операторы есть как их комбинировать у нас есть интервал он он уйдет события каждого но я взял на сет-интервал а окей да мы берем дейк на сет-интервал каким образом оригинальный обзор да абсолютно верно да у нас действительно сет-интервал никогда на самом деле не прерывался если мы делаем unsubscribe но это для упрощения на самом деле вот эта функция subscribe которая есть в rx.js она возвращает unsubscribe и unsubscribe является функция и если мы ее выполним она прекращает выполнение конкретно этого обзоробла то есть а когда мы опять же мы заканчиваем к примеру вернемся к нашему примеру у нас есть map и мы на нем вызываем unsubscribe map знает от кого он слушает события правильно и когда на мапе вызвали unsubscribe он может у своего input обзор тоже вызвать unsubscribe тот в свою очередь это фильтр понял о том что так от меня отписываются значит мне надо тоже от своего источника отписаться и он в свою очередь отписывается от интервала обзоробла а интервал обзоробла при получении unsubscribe просто прекращает имитить эти значения да собственно take для этого и сделан то есть когда он понимает что взято 5 значений он для input обзоробла выполняет unsubscribe а для своего output обзоробла для своего обзорвера он имитит последние значения и выполняет complete саша а может какой-то пример привести где ты реально на работе это все делал я это сегодня на работе делал не но для какого-то полезного действия а не для примера ну что просто понятно было где-то можно применять а где-то применять не стоит ну в принципе это большая часть второй лекции там не будет конечно каких-то промышленных решений но какие-то прикладные задачи мы посмотрим ну например там какой-то банальный live search мы реализуем ну условно rxjs это не просто библиотека она несет за собой подход то есть это именно реактивное программирование когда мы не навешиваемся на кучу событий и так дальше мы уже оперируем не конкретными событиями а мы оперируем потоком данных то есть мы эти события комбинируем и формируем поток данных которые сами по себе меняются мы с самого начала сказали как они должны меняться и уже эти данные к нам приходят помененными то есть мы один раз подписались на этот поток и этот поток нам приходит и собственно мы с ним делаем с этими данными что хотим ну один из примеров промышленности где-то используется мглр2 полностью на обзор облах написан то есть там http роутер что там еще стоит ну роутер да работа с форменами это все обзор облах там остаются еще ошметки старого подхода да когда у нас был двойной датабиндинг и так дальше но они рекомендуют использовать именно вот такой вот обзор выбрал подход почему потому что это позволяет легче менеджить состояние то есть не надо постоянно их отслеживать здесь у нас полностью реактивно получается то есть данные поменялись цепочка запустилась что-то сделали то есть не надо постоянно спрашивать что-то поменялось у вас или нет как это делается в Angular 1 например спасибо за доклад подскажите Rx из коробки обеспечивает сохранность последовательности запрос-ответ на синхронных имеется ввиду на сервер отправлены 10 запросов все зависит от того как вы напишите стрим на самом деле это будет во второй части условно вы когда делается новый запрос вы можете отписаться от предыдущего обзора что в свою очередь автоматически прекратит предыдущий запрос но можно сделать и не так можно сделать что предыдущий запрос ушел мы отправили еще один и будем ждать оба ответа это все зависит от того как вы скомбинируете кооператоры но это во второй части я более подробно расскажу. Вот тут еще был вопрос. Сейчас, sorry, там еще... Я тоже поблагодарить за доклад. Хотел у вас уточнить, у вас было на слайде указано, у вас было указано, что Merge Map и Switch Map, как два раздельных оператора, хотел уточнить разницу между ними и хотел еще у вас задать, вам такой вопрос задать. Вы говорили, что очень классно, что там Lazy Behavior. Хотел бы у вас уточнить, будет ли во второй части доклад, да, что-нибудь про хот и колд абсорвблс? Нет. По поводу первого вопроса. Чем отличаются Merge Map и Switch Map? Ну и, собственно, это ответ на предыдущий вопрос. Switch Map unsubscribe от предыдущего абсорвбла, а Merge Map оставляет его в силу, то есть он начинает мерджить оба значения. Ну то есть это, опять же, во второй части я более подробно покажу на конкретном примере, что, как возвращает. Вот тут еще был вопрос. У вас будет пример приложения написан на RedGIS, понятно, того же Автокомплита, и было бы интересно посмотреть на реализацию Автокомплита на, условно говоря, каком-то старом подходе, да, там, Old Way, и сравнить их по Memory Consumption и сравнить по действиям Garbage Collector. То есть, потому что, в принципе, происходит, ну, понятно. Ну, я понял, но я такое сравнение не проводил. А вообще, вот, пробовали, ну, профилировать приложение, которое написано таким вопросом? Нет, не пробовал. Ну и, честно говоря, там, смотря на код, как это реализовано, да, как вы реализовываете этот Автокомплит, там, скорее всего, не должно быть проблем с утечками, потому что все вещи, которые… Я не про утечки, я про пить. Тут создаются на таблице subscribe, цепочка объявлена. Ну, по факту, да, да. Опять же, да, все верно, да, есть такая проблема. Спасибо за первую часть. Если я хочу сделать Observer, и Observer был из Promises, и, допустим, у меня этот Promises имеет там цепочку Zen, 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 да, и потом я в итоге какой-то промежуточный Observer делаю из него, то есть промежуточный Promises делаю из него Observer, и если у этого Observer не будет ни одного subscribe, то есть вся цепочка предыдущих Zen, она не будет выполнена получать. Да, ну, по факту этот Promises не будет на чат, да, то есть он не перейдет в первое состояние, которое потом ему позволит там Resolve-литься или Reject-литься. То есть вы создадите, как бы, Promises, но никогда не запросите из него данные, то есть вот так. Спасибо. Еще вопросы? Или дождемся второй части? Ага, еще вопросы. Больше не вопрос, больше комментарий. Спасибо за доклад. Эта штука очень тяжело дебажится, во-первых, а во-вторых, она очень медленно, это вот к вопросу через один прошлый. В момент дебага, в момент выполнения получается каждое отдельное событие, каждый отдельный стрим, это отдельная переменная, которую Garbage Collector берет под свое крыло, и, ну, в общем, в среднем, по сравнению с самым маленьким случаем, там, в самом идеальном случае, эта штука будет процентов на 15, на 20 тормознутие, чем прагматичный подход. Больше кода больше тормозит. Спасибо. Окей, спасибо за комментарий. Во второй части доклада постараюсь показать какие-то практические примеры, предупреждаю сразу, это не какие-то production примеры, это скорее какие-то сферические кони в вакууме, но, тем не менее, позволяет достаточно, ну, ярко показать подход и плюсы RxJS. Начиная, давайте сначала начнем с drag and drop. То есть, с самого начала, когда мы хотим реализовать какое-то поведение с помощью RxJS, нужно попытаться о нем подумать, как о последовательности преобразований данных, которые у нас есть, и в том числе по комбинации источников. Если мы будем смотреть на drag and drop, то у нас, что, какая последовательность действий? Пользователь должен нажать на левую кнопку мыши, нажать и держать ее, правильно, на элементе. Дальше он начинает двигать мышкой по документу, и, соответственно, мы должны за мышкой продолжать движение элемента, по которому пользователь кликнул. И продолжать это нужно до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку мыши. То есть, это означает, что событие drag and drop закончилось, и нужно перестать двигать вот этот вот элемент. Что мы здесь видим? Мы здесь видим три источника данных. Давайте так их и заведем. У нас есть сам элемент, который мы будем двигать, и есть три источника данных. Сразу обращу внимание, что знак доллар, опять же, это просто условно договор, что все RX-обзоры заканчиваются на знак доллар, чтобы удобно было понимать, понимать, как с этим работать. Но, опять же, это больше код-стайл, как хотите, так и делать. Да, это, ну, на самом деле, да. Как, например, стараются, если это jQuery объект, перед ним ставить доллар в имени, то тут ставит доллар в конце. Но, опять же, это код-стайл и ничего более. Давайте посмотрим, какие у нас есть здесь стримы. У нас есть target mouse down. То есть, мы на таргете слушаем события mouse down. И это observable будет имитить значение каждый раз, когда у нас произойдет mouse down на вот этом элементе. У нас есть document mouse move. То есть, этот observable будет имитить next, то есть, имитить данные каждый раз, когда на документе будет происходить mouse move. И есть у нас mouse up. Он будет имититься каждый раз, когда происходит mouse up на документе. Вот у нас три потока данных. Обращаю ваше внимание, что у нас здесь нигде нету сейчас функции subscribe. То есть, на самом деле, мы еще нигде не подписались на события. Мы просто говорим о том, что вот у нас есть этот источник данных, и когда-нибудь, если кто-нибудь захочет им пользоваться, вот пользоваться им надо вот из этого элемента брать mouse down. Давайте по частям. Начнем с конца. Последние два условия. Нужно передвигать элемент за мышкой до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку mouse up. То есть, у нас вот здесь используются два вот этих стрима. То есть, document mouse move и document mouse up. Как это выглядит с помощью обзора, то есть, мы слушаем document mouse move, take intil, это специальный оператор xjs, который принимает другой обзор, и как только вот этот обзор 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 имитит значение какое-то, произойдет отписка от этого обзора. То есть, как только здесь произойдет mouse up, вот этот обзор обзор, на нем произойдет он subscribe, и он больше никогда не будет имитить значение. Ну, по крайней мере, в этой цепочке. По поводу операторов. Все операторы rxjs удобно представляют с помощью marble диаграмм. Как они выглядят? Выглядят они следующим образом. Вверху у нас записывается изначальный observable, то есть, какой-то поток данных. Ниже описывается функция, которая на нем применяется, и в самом-самом низу описывается результирующий observable. Так как любой оператор возвращает observable, вот, собственно, это и есть observable, который возвращает этот оператор. Вот эта стрелочка означает о том, что на этом observable вызвался complete. Ну, соответственно, вот он здесь тоже перенесся. Если же на каком-то observable вызывается error, это обозначается крестиком. Ну, как бы здесь это не представлено. Конкретно эта marble диаграмма для оператора фильтра. Давайте ее разберем. То есть, у нас есть какой-то observable. Да, то есть, мы можем взять интервал observable, который мы в первой части рассматривали. То есть, он имитит какие-то значения. Мы на него накладываем фильтр, и observable, который возвращается фильтром, будет имитить только нечетные значения. То есть, вот 1, 2 и так дальше. Ну, то есть, достаточно просто для понимания, как работает observable. Не знаю, как по мне, вот, Marvel диаграммы круче всего понять. Итак, take until. Что за оператор такой? Давайте посмотрим на его диаграмму. У нас есть, здесь есть два потока. Первый – это наш mouse move, да, верхний. И второй – это mouse up. Вот это нижний. Mouse move, то есть, пользователь двигает курсор мышки постоянно, да. То есть, по факту этот observable может никогда, ну, по своей инициативе он никогда не прекратится. Ну, то есть, разве что там, я не знаю, компьютер сгорит. Пользователь все еще будет двигать мышкой, даже если ему руку отрубить. И есть второй у нас observable, который в нашем случае mouse up. Mouse up тоже, в принципе, он не имеет комплита, потому что пользователь может нажимать на кнопку мыши сколько угодно раз. Но нас интересует какое-то конкретное событие. То есть, вот одно. Take until применяется на верхнем observable, принимает в качестве аргумента нижний observable. И как только нижний observable имитит значение, то есть, в нашем случае произойдет событие mouse up на документе, он автоматически комплитит всю цепочку. А комплитция всей цепочки означает отписку от этого observable и от этого. Ну, вернее, только от верхнего. Этот остается. Ну, мы перестанем слушать, потому что вся цепочка умрет. Ну, по факту да. И от него тоже отписка. Sorry. То есть, как только происходит от этого события, эта цепочка умирает. То есть, вот, собственно, комплит этого обзорного происходит. То есть, мы здесь слушаем события. Вот из этого всего стрима будут поступать события постоянно, пока пользователь не поднимет, не отпустит вернее кнопку мыши. Давайте следующее. Начнем теперь с самого верха. Когда пользователь нажмет левую кнопку мышки, начать передвигать элемент за мышкой. У нас есть стрим target mouse down. Да, то есть, он иметь значение тогда, когда пользователь нажимает на кнопку мыши. И мы сейчас для простоты мы на него просто подписались. То есть, каждый раз, когда пользователь нажимает на кнопку мыши, мы будем вызывать вот эту функцию. Ну, она здесь вызывает move, но на самом деле она ничего не может сделать, потому что она не знает, куда и что двигать. Теперь мы туда добавляем наше второе условие. Начать передвигать элемент за мышкой. Что это означает? Это означает, что мы хотим начать слушать события mouse move на документе. И слушать мы его будем до того момента, пока пользователь не нажмет mouse up. Для этого мы используем оператор switch map. Да, это к вопросу, который был в первой части. То есть, у нас есть стрим target mouse down. Мы, пока он не сымитит значение, вот это не будет имититься. Но как только он сымитил значение, выполняется switch map. Он, switch map создается новый стрим и возвращается отсюда. И вот этот target mouse down подменяется вот этим стримом. И соответственно subscribe, вот эти mouse event, будут приходить уже от этого стрима. Давайте на marble диаграмму посмотрим. Это у нас основной обзор обзор обзор. В нашем случае это target mouse down. И вот этот обзор обзор был, собственно, вот этот mouse move, take until и так дальше. То есть, мы уже его рассмотрели. То есть, он имитит значение постоянно, когда пользователь двигает мышкой, но до того момента, пока пользователь ее не отпустит. Что здесь происходит? Когда имитится это значение, итоговый обзор обзор начинает имитить значение второго обзор обла. То есть, обратите внимание, он не имитит здесь единицу. Он имитит здесь именно значения, которые пришли во втором. То же самое тройка, да? То есть, вот этот вот обзор, здесь не совсем ясно нарисовано, но вот этот обзор обл, да, он возвращает 10 умножить на i. То есть, это результат вот этого обзор обла, а не map там какой-то, да? То есть, это именно обзор обл. То есть, как только наступил 3, мы начинаем имитить эти значения. Но, вот тут наступил 5, а мы еще не успели все 3 значения имитить. Этот предыдущий прекращается, мы отписываемся от него и начинаем имитить их заново. Вот еще эти 3. То есть, это поведение, которое, если мы его будем рассматривать на AJAX запросах, позволяет канцелить запросы, если к нам пришли, мы понимаем, что нужно делать новый запрос. Да? То есть, этот обзор был еще где-то там в процессе получения данных, нам пришло новое, давай заново запрашивать. Мы от предыдущего отписались и забыли о нем. В нашем случае это позволяет подменить один обзор обл другим. То есть, когда произойдет маус-даун, мы источник подменим. Теперь мы будем слушать не маус-дауны, а маус-мувы. И будем слушать их до того момента, пока не произойдет маус-ап. Вот. Понятно, да? Ну, я надеюсь, что понятно. Давайте попробуем пример. Немного другой. Не drag and drop, скажем так. Тут у меня светодиоды. Иногда там на андрюине что-то пытаюсь ходить. Это светодиоды и имя принято моргать. Это типа Hello World. Ну, вот мы будем моргать. Есть у меня два дива. У этих дивов есть вот стили. На самом деле ничего военного. Это бордер радио, чтобы они были круглые. По умолчанию они с серым фоном. Но когда на каком-то конкретном светодиоде добавляется класс on, он, соответственно, зажигается зеленым либо красным цветом. Здесь я подключил jQuery. Я подключил rx.js и, собственно, мой скрипт. В скрипте у меня, я просто на данный момент только взял эти два элемента для того, чтобы мне с ними было удобнее работать. Теперь давайте создадим первый источник данных. Ну, возьмем интервал. Интервал observable. Я делаю rx. observable. интервал. То есть этот интервал будет с определенной периодичностью имитить значение. Но на данный момент он ничего не имитит, потому что я на него не подписался. Как только я на него подпишусь, он начнет мне что-то давать. конкретно интервал на каждом тике возвращает счетчик. То есть, ну, в принципе, как и наша реализация была, он возвращает количество каунтов с момента взведения. Ну, мы можем это посмотреть. Ну, как видим, он тикает. Да, и тикает он бесконечно, потому что мы никогда от него не отпишемся. Ну, собственно, мы, на данный момент нам это и не нужно. Давайте он будет не тикать, а будет наши светодиоды дергать. Мы... Так, я лишнее удалил. Возьмем тут функцию. Эта функция будет, к примеру, зажигать зеленый светодиод. Green LED. Мы будем просто делать на нем тоггл класс. Он. То есть, как мы видим, каждый 600 миллисекунд стриггерится событие. В свою очередь событие тогглит класс. Поэтому каждый 600 миллисекунд светодиод либо загорается, либо потухает. Теперь мы берем еще раз этот стрим и берем, делаем теперь то же самое с красным светодионом. И, как видим, они вдвоем. Здесь одно маленькое уточнение, и это важный момент, и в том числе и с производительностью. Как вы помните, когда мы подписываемся, мы начинаем выполнять всю цепочку. Поэтому я здесь подписался два раза. По факту, я два раза взвел таймер. То есть, сейчас у меня таймер тикает два раза. То есть, у меня тикают два параллельных таймера. Но так как они включились одновременно практически, мы видим, как будто это один таймер. Но по факту тикает два таймера. И это очень важно. Если у вас здесь будет не интервал источником, а яксовый запрос, каждый subscribe на яксовом запросе вызовет, собственно, сам запрос, который будет отправлен, http-запрос. Есть специальные операторы, которые позволяют объединить интервалы, да. Ну, в данном случае это может быть share, который позволяет… То есть, когда мы на share вызовем, он создает специальный observable, который при подписке… Это будет… Он не будет провоцировать создание новых вот этих вот интервалов, которые до него есть. После него какие-то цепочки вы строите, там будут какие-то свои подписки. Эти цепочки опять же будут дублироваться на каждый subscribe. Но как только они дошли до share, share помнит, что у него источник 1. И он уже будет обращаться именно к одному источнику. Это удобно и, в частности… Это как… share? Нет. Это больше как замыкание, да. То есть, как… это синглтон. То есть, это вот можно представить, что это синглтон. То есть, первый раз, когда вы к нему обратитесь, он создаст instance, то есть, он подпишется на этот источник. В следующий раз он видит, что он уже подписан, соответственно, он вернет его. Ну, вернее, он вернет не его, он вернет новый observable, но который будет слышать тот же источник. Ну, это важный момент. И это, ну, как бы, одни из граблей, на которые часто наступают. Но мы пока не будем это делать. Хотя, ладно, пусть будет. Теперь, смотрите, мы по факту два раза подписались. У нас есть два стрима, хоть и там, где share, у нас есть разветвление, да, то есть, выше share, то есть, интервал у нас один, но ниже share, то есть, у нас есть два сабскрайба. Мы здесь можем сделать, например, delay. То есть, мы говорим о том, что красный LED нужно зажигать с задержки. То есть, у нас два стрима. Первый работает, как и раньше, второй делает delay. И только после этого происходит, после delay триггерится событие. Давайте посмотрим на Marvel диаграмму. У нас есть observable, в нашем случае это интервал, delay 20 миллисекунд. Это означает, что вот этот конкретный тик триггерится не сразу, а через 20 миллисекунд. То есть, тут ничего военного. дальше у нас давайте добавим кнопочки, да, то есть, так просто оно мигает, не очень интересно. Добавим кнопочку тоггл, например. Здесь я ее засуну в переменную. Тут придется пописать немножко больше, чем в первой части. Прошу прощения за задержки. Так, и здесь у меня тоггл-баттен. Так, вроде все правильно. Теперь я хочу слушать события на нем, да, то есть, я хочу получать от него уведомления. Создадим для него стрим. То есть, мы сделаем стрим, тоггл, кликс. И в этом случае мы будем создавать observable from event. То есть, этот оператор позволяет создавать observable из каких-либо ивентов, которые поддерживают интерфейс вентиметра. Мы сюда здесь передаем наш тоггл-баттен. И какое именно событие мы хотим слушать. Ну, в данном случае, пусть будут клики. Ну, источник у нас есть. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем замешать этот источник вместе с интервалом. Для этого есть оператор merge. Что он делает? Он берет один observable и замешивает в него значение другого observable. Давайте здесь увеличу немножко интервал для того, чтобы это было заметнее. Полторы секунды, да? То есть, вот они с какой-то периодичностью мигают, но как только я нажал кнопку, значение не переключается. Точно. Спасибо. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Да. То есть, у нас при этом именно тот механизм, который у нас был до этого, с интервалом все еще работает. Просто мы домешали еще один стрим, на который реагирует вся последующая наша цепочка. Но при этом мы никоим образом не задели наш второй стрим с красным светодионом. То есть, оно кликает и кликает. Давайте посмотрим Marvel диаграмму. у нас есть один стрим, есть второй стрим. Merge просто их смешивает. То есть, вот он имитит события и с одного, и со второго. Теперь давайте добавим кнопку стоп, да? Например, мы хотели бы останавливать какой-то. Опять же, добавляем саму кнопку. Добавим для него обзор, да? Вот. И теперь давайте мы создадим вот этот вот интервал. Но мы ему скажем, что нужно слушать до момента, когда нажата кнопка клик. Для этого мы берем интервал обзора. На нем вызываем оператор take until и передаем туда обзора. До какого надо слушать? Слушать его надо до того момента, как стоп-клик, кликс, стриггерит какое-то событие. И здесь мы уже подписываемся не на тикс, а на… Время, не на интервал, а на тикс. Надеюсь, все нормально заведется. Итак, они моргают. Давайте добавим поменьше дилей, чтобы было красивее. Все моргает. Нажимаем стоп. И, соответственно, тот обзор был интервал перестал имитить значение, потому что наш стоп обзор был стриггерил события. Давайте посмотрим, какие здесь есть Marvel диаграммы. А, мы ее смотрели уже. Ну, собственно. Один обзор был, второй. Как только этот стриггерил, вся цепочка завершается. Давайте теперь добавим кнопку старт. А тоггл запускать не будет? Тоггл просто будет переключать значение. Потому что цепочка… Сейчас. Цепочка тиков умерла, но тоггл кликс все еще жива. То есть она будет реагировать только на одну. Так, добавляем теперь кнопочку старт. Опять же, добавляем здесь переменную для нее. Для нее добавляем источник. Старт кликс. И будем слушать старт баттон. Теперь, что должна делать старт? Она должна запускать цепочку. Для этого мы поступим так же, как это мы делали с drag and drop. Мы создадим новый поток, который будет называться старт тикс, например. Назовем, как нам хочется. И мы возьмем старт кликс. Дальше мы сделаем свитч мап. Который нам вернет тикс. Так, тикс, тикс. И давайте сюда… Интересно. Тикс почему-то с долларом написал. Ну, ладно. Теперь мы вместо тикс, зеленый светодиод, подпишем на старт, на старт тикс. То есть он будет стартовать только по нажатию на кнопку. А красный будет моргать, как и прежде. Красный моргает, потому что для него тики работают сразу же из отсюда, из интервала. Когда мы нажимаем старт, начинает работать и второй. Что здесь произошло? Ну, собственно, это сделал свитч мап. Вот он. То есть когда мы нажали на кнопку старт, он себя подменил вторым обзором. В данном случае это обзор был тиков. И этот обзор был тиков. У него все еще есть stop until, take until. То есть когда я нажму на stop, оба прекращаются, потому что оба используют один и тот же вот этот источник. При этом тоггл все еще работает, потому что он замешан. И старт все еще работает, потому что когда я нажал старт, я заново породил цепочку, на которую подписаны вот этот вот мой старт, старт кликс. Ну, здесь, я думаю, понятно, да? Давайте посмотрим другой пример. То есть это, как бы, такой пример очень-очень далекий от конкретных каких-то реализаций. Давайте мы попробуем что-то более наглядное. Например, я сделаю live search. Ну, опять же, он будет достаточно примитивным, потому что я очень ограничен скоростью набора. Так, я запускаю другое приложение. Что у меня здесь есть? В индекс.html у меня лежит input с ID-шником search и есть UL с ID-шником list. Опять же, все тот же jQuery, все тот же rx.js и script.js, но уже не все тот же, а другой. В script.js я взял сразу же search и list, закешировал, и вот эту функцию для синхронного получения пользователей тоже написал, для того, чтобы не писать ее здесь очень долго. Что нам нужно делать? Мы хотим, чтобы когда я вот здесь вот в input буду что-то вводить, мы делали запрос на API GitHub.com.search.users, и он бы нам возвращал список юзеров. И список этих юзеров мы хотели бы показывать в том UL с ID-шником list. Давайте разбирать по частям. Первое. Нам нужно получать события, когда пользователь меняет input. Давайте создавать его. Мы создаем input, observable. rx observable. Мы здесь делаем from event. Мы будем слушать эти ивенты на search, то есть на нашем input, и события input. События input триггерятся всегда, когда пользователь поменял значение. Есть события change, но события change триггерятся тогда, когда пользователь завершил изменения и покинул, ну то есть фокус. Сначала наступает, в общем, blur, потом change. Input происходит сразу же, как только пользователь поменял значение. Причем вне зависимости от того, что это было. Copypast или еще что-то. Поэтому, ну, удобнее, чем keydown, например. Итак, у нас есть эта цепочка. Давайте на нее подпишемся. Input subscribe. Мы будем получать какие-то данные, да? Да, все верно, да. Итак, у нас есть поток с данными, и мы на него подписались. То есть сейчас, когда мы вводим, меняем какое-то значение, мы должны получать что-то в консоль. И что это что-то мы получаем, и этим что-то являются ивенты, потому что fromEvent триггерит ивенты. Но мы не хотим ивенты, да? Мы хотим какие-то значения. Но, собственно, давайте их получать. Откуда мы можем получить значение? Мы используем map. В map мы получаем этот ивент, который триггерится. И в этом ивенте у него есть таргет, да? Это элемент, домовский элемент, на котором произошло событие. Мы знаем, что этот домовский элемент — это input. Вот у input есть свойство value. Соответственно, value мы можем получать. И все работает. Дальше. Что бы мы дальше хотели? Теперь мы с этим текстом, который пользователь ввел, хотим отправлять запросы. Но что это значит вот этот запрос? Или что я от него хочу? Давайте здесь добавим фильтр. То есть мы хотим что-то делать только тогда, когда текст будет хоть что-то значить. Ну, то есть у текста пусть будет length больше двух. То есть я набираю, да? Ничего не происходит. Сабскрайб наш не файрится. Но как только я набирал больше, и все произошло. Предположим, пользователи у нас быстро пишут вот так вот. И мы вот сейчас сгенерировали 15 запросов на GitHub. Я, честно говоря, пробовал. И буквально через 50 запросов в GitHub мне сказал, чувак, прости, прощай. Давай подождем немножко. Что нужно сделать? Надо добавить debounce. debounce time. Что он делает? Он предотвращает прокидывание ивента, ну, не ивента, а значения, если оно приходит чаще, чем 200 миллисекунд. Давайте посмотрим на его диаграмму. Вот, debounce time. То есть у нас есть какие-то события, которые триггерятся. А, прошло 20 миллисекунд, мы его отрендерили. Дальше Б, взвелся таймер, опять же, сразу же стригивалось С. Но 20 миллисекунд еще не прошло. Поэтому Б мы блокируем отправку и ждем еще 20 миллисекунд и отправляем только С. То же самое с Д и так дальше. Ну, то есть классический debounce. Тебе и новичные события? Да, абсолютно верно. Давайте попробуем. То есть я пишу очень быстро, ничего не происходит. Я перестал писать, все произошло. Ну, вот, обновение. Да, обязательно. Вот как раз время обновится. Хорошо. Теперь у нас есть debounce. Пора делать запрос. Да. Как мы сделаем запрос? Мы должны как-то выполнить вот эту функцию get users. В этот get users мы передадим текст. Ну, собственно, текст вот я вот только что его написал. И с этим текстом функция fetch, ну, как я уже говорил, это новая функция, которая позволяет делать аяксовые запросы. И возвращает удобный интерфейс, в частности, promise. Я уверен, что через пару лет она будет какой-нибудь обзор возвращать в том числе, не только promise. И этот promise, мы можем удобно с ним работать. В общем, единственное, что нас здесь интересует, что она возвращает promise. Но мы хотим строить ее в нашу цепочку, observable. Что нам нужно сделать? Ну, нам нужно создать из нее observable, правильно? Мы создаем response, переменную, да, в которую я записываю fetch. Ну, он тут не влезает, но тут ничего интересного нет, там, просто URL. И мы должны вернуть observable, observable, ага, rx-obsorable, rx-obsorable, from promise. Сейчас мы передаем туда promise, который мы хотим. Теперь. У нас есть новый observable, который потом, когда запрос выполнится, вернет нам данные, которые мы у него запросили. Но как мы можем здесь поступить? То есть у нас сейчас есть только текст, да? Мы можем использовать map для того, чтобы этот текст преобразовать в какие-то данные. Но что нам вернет getusers? Getusers нам вернет observable. То есть map после себя этот observable прокинет дальше. То есть в дату, вот здесь вот в console.log.data мы получим observable. Но это нам не подходит. Мы используем все тот же switch map, который заменит свой оригинальный observable тем observable, который мы вернули. То есть и здесь уже в дату нам будут возвращаться именно те данные, которые мы хотим. Давайте попробуем. Надеюсь, гитхаб меня не заблокировал. Да, запрос выполняется. И мы видим вот этот вот object. Это по факту вот здесь. Resp.json. То есть это результат запроса, отформатированного в JSON. Вот у нас здесь есть итемы. И, собственно, вот эти наши юзеры. Какие-то. Окей. Юзеры. Все круто. Но что-то какой-то странный объект. Что мы можем здесь сделать? Ну, нам по факту отсюда нужен только items. Правильно? Нам, ну, конкретно для нашей реализации. Мы можем использовать map. Да? Возьмем какое-то значение. И вернем отсюда items. Ну, наверное, заработает. Да, и мы видим массив. Но есть более интересный оператор, который позволяет меньше кода писать, который называется plug. И мы туда передаем имя, поле, которое мы хотим. Ну, то есть меньше. Ну, никого не нашло. Ну, вот сейчас кого-то нашло. Видите, возвращает какие-то значения. Он их, он же возвращает их с задержкой. То есть он их вернул, когда у меня в запросе было 3 еще. Ну, вот сейчас смотри. То есть вот я пишу, ничего не происходит. Я написал 3, потом удалил, но 3 просто заправился, и вот он ко мне вернулся. Просто, когда я сделал 2 значения, то есть вот на фильтре оно прекратилось. Соответственно, вот этот вот обзор был, мы от него не отписались. То есть он все еще активен. Ну, и, собственно, ну, как бы здесь надо поиграть с расстановкой. Ну, да, поиграть со стилями. Хорошо, то есть у нас есть итемы. Теперь мы можем их просто взять и отрендерить. Опять же, я не буду заморачиваться с тем, чтобы там их прямо красиво рендерить. Я возьму лист. Вызываю на нем html. Ну, думаю, все знают, что делает html. Эти данные, то есть вот эти объекты, это у меня какие-то юзеры, да. Я по ним проитерируюсь мапом, именно рэевским, который есть. Возьму из них, создам, вернее, из них объекты. Опять же, никогда так не делайте. Ну, или постарайтесь так не делать. Вот, и здесь я возьму, ну, дологин. То есть мне достаточно будет показать просто логин пользователя. И мы видим, что все работает. Кто-то даже, он похожий на меня есть. И так дальше. То есть вот так это примерно работает. То есть что мы здесь видим? Здесь у нас, пока мы не подписались, да, ничего не работает. То есть не выполняется никаких запросов. Мы не подписываемся ни на какие ивенты. Мы просто декларативно описали, что должно происходить. И только когда мы выбрали subscribe, выбрали, подписались на subscribe, да, и именно в subscribe мы императивно уже что-то с данными делаем. То есть мы их пихаем там в данном случае в UL. То есть только тогда начинает выполняться вот эта вся цепочка. В том числе и делать, выполняться як-запросы. Здесь я сделал просто из promise обзоров, да, поэтому здесь мы не отписываемся на самом деле от предыдущего запроса. Ну, собственно, это реализуемо. Надо просто здесь сложнее интерфейс писать, но я решил не заморачиваться. Ну, отписаться можно, ну, это бы и нужно на самом деле. Ну, собственно, с этим примером все. Давайте посмотрим. Да, пожалуйста. Вот на вот этой марковой диаграмме, скипал, здесь показывается, что весь интерфейс проходит с последнего прошедшего дивента. Да. А когда мы набирали, я так понял, если мы с пунктом считали, ну, вот кто-то, 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 кто-то. Да, все верно. Ну, тут на диаграмме так и нарисовано. То есть у нас вот есть B, да, то есть вот этот B должен был бы сюда прокинуться. Но он не прокидывается, потому что C пришло раньше, чем 20 миллисекунд. Ну, здесь 20. Если бы здесь сейчас вот это B пришло бы вот еще здесь, C тоже бы не прокинулся, то есть он канцелится. То есть the bonds ждет вот это значение после последнего имитированного значения, да, основного обзора облах. И только тогда, когда это время прошло, он его прокидывает. Если же… Хорошо. Где сейчас используется Rx, да? То есть, как я уже говорил, Angular очень сильно интегрировал Rx в свой фреймворк, в Angular 2. То есть там практически все в Angular 2 можно написать вот так вот реактивно, в том числе работа с формами, работа со стейтами и так дальше. Но при этом у них все еще остается классический подход с двойным биндингом, да, хоть они уже и стараются этого как-то избегать, но все равно это оставили. В Redux есть довольно-таки популярная библиотека Redux Observable, которая позволяет на Redux подключать… работать с Redux и Observable, да, не обязательно в React. То есть это можно… ну, и Angular Redux тоже есть. Сам React можно… Есть библиотеки, да, которые позволяют писать с Rx.js. Ну и, собственно, вот эта библиотека в том числе упоминается на официальной документации Rx.js. Она позволяет прямо в хуке, ну, React там встраиваться. То есть вы как бы set data делаете тогда, когда происходят какие-то события по цепочкам. В jQuery есть адаптер, да, и есть Cycle.js. Cycle.js – это как раз вот пример того фреймворка, который написан полностью на обзоробах. То есть там вы и рисуете… Рисуете… То есть единственное, что там сделано не реактивно, да, то есть это классический FRP у них. То есть единственное, что вы делаете не реактивно, вы рендерите какое-то значение. То есть то, что находится в функции subscribe, у вас императивно. Все остальное у вас реактивно. То есть вы изначально описываете цепочку, что должно происходить, в том числе там очень интересным способом прокидывается observable для того, чтобы подписаться на данные, и эти же данные он имитит. Ну, в общем, специфически, я скажу вам честно. И, ну, я как бы смотрел на него, но я как бы не нашел там применения. Ну, и, опять же, возможно, у меня просто сейчас мозг не настроен думать там паттернами FRP, поэтому я не вижу там каких-то конкретных приходных задач для него. Ну, возможно, какие-то там игры можно на нем написать, да, какие-то там примитивные, которые там от реакции пользователя, может быть там какие-то тики и так дальше. Ну, как бы имеет право на жизнь, и как бы он развивается. Ссылки, что где можно посмотреть. ReactiveX, RxJS, это официальная документация. По этой ссылке, ну, как видите, это часть официальной документации, Marvel диаграммы абсолютно ко всем операторам, которые есть. По вот этой ссылке, там отдельный сайт, где с помощью Cycle.js, кстати, это отлично для нее применение, динамические Marvel диаграммы. Но единственное, что он довольно-таки старенький, и там нету последних некоторых операторов. В частности, сейчас ReactGX, RxJS, есть пятая версия в бете, и в принципе все уже используют ее, и Angular 2 стабильная версия использует бета-версию RxJS, но это ничего страшного. Но, тем не менее, вот эта штука была написана для еще четвертого Rx. Соответственно, там основные операторы оттуда. Они совместимы. Единственное, что switch map там называется flat map. Но, по сути, сама диаграмма от этого не меняется. Это только название. Но, тем не менее, вот здесь вы можете посмотреть динамически, что как происходит. То есть можно там руками потягать эти ивенты, как они триггерятся и так дальше. Ну, собственно, это все, что я хотел по второй части рассказать. Да. Спасибо. Вот там был вопрос. Я прошу прощения, покажите, пожалуйста, код в верхнюю часть. Почему? А все объявляются как константы, а не как переменные? Ну, это константа, она не будет меняться. То есть у нас… Вот один источник S, мы на него просто подписываемся. Мы не меняем самого… Мы в input dollar ничего другого, кроме вот этого обзора, мы не положим. Ну, собственно, это на самом деле больше там к код стайлу относится. Я могу здесь легко написать var и из этого ничего не меняется. Точно так же, как и led. Но там по некоторым стайл гайдам рекомендуют, если точно переменная не меняется, лучше описывать ее как константа. Хотя она локальная, только в пределах этой функции. Просто для того, чтобы кто будет читать ваш код, он видел, что ага, в input константа, значит, вот этот всегда будет обзор, он нигде дальше его не поменяет. Но это больше код стайлу, тут это ничего такого. Спасибо. Вот тут вопрос. Смотрите, вот в такой реализации. Если у нас запросы будут приходить очень неравномерно, то есть мы чего-то набрали, у нас ушел запрос на их вап, у нас сеть упала и мы ждем. В этот момент сеть внезапно появилась, и пришел второй запрос перед тем, как пришел первый запрос. Что произойдет? То есть они действительно будут отрабатывать? Ну, конкретно в моей реализации, да, я обратил внимание, она костыльная, мы не отписываемся от предыдущего запроса. В нормальной реализации… Сколько сложно в коде будет реализовать такую отписку? Потому что так, да, очень классно все выглядит действительно. Нет, на самом деле не сложно, то есть вот этот обзор 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 мы будем создавать не из промисса, а чисто обзор 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 обзор, и как мы реализовали примерно там в первой части, да. Делать обзор 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 обзор, да, вы реализуете там свой subscribe и у этого fetch сделаете ему аборт. То есть это не проблема. Ну, кроме того, там, если мы будем говорить о ангуляре, да, там этот http обзор 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 обзор, он уже имеет эту штуку встроенную. То есть, опять же, все зависит от инфраструктуры, где вы будете это использовать. Здесь еще очень важная тема с обзорами, которую я не покрывал, это работа с ошибками. То есть, когда возникает ошибка, автоматически на этом обзору выполняется комплит, то есть, ваша цепочка прерывается. То есть, это нужно особым образом обрабатывать, в том числе, вот как в эпосе было, да, если бы произошла сетевая ошибка, на самом деле, ну, как бы, оно бы умерло. То есть, этот бы респонс умер сам по себе. Да, ну, опять же, все зависит от того, хотим ли мы заново перезапросить эти данные. В конкретном нашем случае, когда я заново напишу букву, у нас эта цепочка создастся заново, и у нас, ну, как бы, нам ошибки тут хендлить особо и не надо было. Но если бы это был какой-то, там, получить данные, я их жду, да, и они, вдруг там что-то отпало, ну, надо было бы перезапустить. И, там, ну, есть подводные камни, но я не покрывал это здесь, потому что, как бы, вне темы. Но если там, если вы хотите это послушать, пожалуйста, пишите в фидбеке, и в следующий раз, когда-нибудь, мы покроем эту тему. Да, пожалуйста. Я так, я правильно? Вот это. То есть, если подводить все-таки итог, если подводить все-таки итог, когда стоит применять RX, когда не стоит, то есть, он все-таки, я так понимаю, что ориентирован на событиях, то, наверное, это, ну, правильно или нет, то есть, вы скажите, то есть, я смотрю из общего представления, то его нужно применять только тогда, когда вы хотите объединить много событий. Если вы обрабатываете поединочное событие, то смысла его использовать нету. Правильно? Ну, да, да. То есть, если мы хотим здесь только, как в самом начале, да, я делал, только по импуту рендерить значение этого импута в этот список, да, и RX тут бессмысленно использовать. Добавьте event listener и делайте там, что с ним хотите. То есть, абсолютно верно. Когда мы хотим это все скомбинировать, плюс, чтобы одинаковые интерфейсы были, то есть, у нас тут абсолютно разные источники вот этих событий. Это удобно. Ну, плюс, здесь RXGIS пропагандирует именно FRP подход. То есть, полностью реактивное программирование. И суть его в том, что мы декларативно описываем, что должно происходить, и только в subscribe мы описываем, что с тем, что произошло, мы хотим сделать. Ну, например, там, я видел реализацию, там, видеоплеера на… используя FRP, да, то есть, реактивный подход. То есть, есть какие-то кнопки, есть стрим самого видео, которое падает, да, и мы, когда play нажата, мы запускаем тот стрим, когда пауза нажата, мы тот стрим take until, мы его прерываем, плюс передвигаем и так далее. То есть, вот такие вот интерфейсы, в принципе, удобно реализовывать. Но если вы хотите реализовать этот интерфейс только для одной кнопки, да, это избыточно. Если вы хотите полностью компонент на этом построить, ну, да, вполне возможно. Но, опять же, все зависит от окружения. Если ваш компонент, вот он есть, он работает, да. А если у вас там какое-то промышленное приложение, и вы решили, а, вот этот компонент я напишу на Rx, а все остальное будет на jQuery. Ну, такое вопрос. На самом деле. Она в бете, да. Ну, все, все. У них обратная совместимость у них есть, больше операторов, ну, все основное. Ну, и плюс они полностью переписали в плане увеличения производительности. То есть у них прямо на сайте, там, комплит, ревлит и так дальше, но API есть. Ну, обратная совместимость есть. Ну, я так, FlatMap, вот конкретно, да, вот мы использовали SwitchMap, в Rx в четвертом это FlatMap, и он в пятом деприкейт. То есть пока он есть, но в шестом, скорее всего, его уже не будет. Поэтому, ну, в общем, надо использовать пятую. Окей, если вопросы вне, давайте еще раз поблагодарим Сашу. Спасибо. 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 Спасибо.